Привет, парни! Давно хотел себе печку-щепочницу. Зачем она нужна? Ну, слушайте, мы же типа бушкрафтеры. Вот ты пошел в лес, вот нужно костерчик развести. С печечкой удобно. Шишки какие-то насувал, там палки напихал немножечко, раз, зажег, и все по красоте. Не надо большой костер сооружать. Кроме того, если аппроксимировать на те же самые горелки, то с горелками есть определенный геморрой. Это нужно покупать газ, таскать с собой. Это нужно либо жидкое топливо с собой таскать, оно может закончиться. Плюс горелка, допустим, она не очень хорошо греет, если вам нужно посидеть там около огня, погреться. Пожарить на ней, например, что-нибудь не очень будет удачно, да, если там сосисочку на палочке. А здесь вроде щепочница, ты ее быстренько кинул, места занимает мало, разжег, и все по красоте. Вот, наверное, около года назад я задумался о том, что надо бы себе какую-нибудь щепочницу приобрести, но, вы знаете, ничего интересного для себя долго не мог найти. Щепочницы в своем классическом исполнении мне не нравятся, потому что их нужно как минимум собрать. Они, как правило, разборные, их нужно собирать, потом ты в них что-то сделал, это все горячее, тебе это все нужно разобрать, упаковать обратно, но такое себе удовольствие не очень комфортно. Кроме того, из них там еще и уголечки как-то высыпаются, в общем, ну, не знаю, вот мне как-то это все не нравится, вот не мое, находил интересную щепочницу BioLite. По-моему, америкосы их делают, но ценник от 10 рублей начинается, как бы, камон, то есть тут реально проще какую-нибудь крутую газовую горелку купить и вообще хер забить на эту щепочницу. У нее есть один большой плюс, ну, во-первых, она не собирается, она вся, вот сразу идет тубос, все, ты ее поставил и можно разжигать. У нее есть вентилятор, который, я против всей этой херни считаю, чем меньше вот этого всего, тем проще, но самое главное, что у ней мне реально нравилось, у BioLite, то, что у нее есть зарядка USB. Вы скажете, камон, ты ж бушкрафтер, какая тебе нахер зарядка? Слушайте, ну, мы в любом случае с вами живем в 21 веке, так или иначе у нас с собой есть какие-то гаджеты, а таскать с собой в лес пауэрбанки, ну, не всегда, с подручной не всегда хочется. А здесь банально тот же самый телефон у тебя, например, сел, тебе надо подзарядить, ты просто разжег огонь, всунул зарядочку вот в эту печку и она у тебя заряжается, телефон заряжается, по-моему, прикольно, но 10 рублей минимум. Нет, такое себе удовольствие нет. Прошло какое-то время, я так периодически что-то в интернете поглядывал и совершенно случайно зашел, увидел какую-то рекламу, зашел на сайт и нашел вот такую штуку, Piro Stoff называется. Наши ребята делают, наши русские. Штука мне понравилась, сейчас я вам ее покажу, распакую, мы ее с вами потестируем, ну и посмотрите, я думаю, что вам она тоже понравится, да и цены гораздо более гуманны. Поехали. Я что-то оторвал. Списался с ребятами, говорю, пацаны, хочу вашу печку протестить, отснять и все такое. У блогеров есть свои преимущества, парни говорят, Виталий, до базара нет, давай мы тебе ее отправим, в общем, ты там покажи ее, вообще расскажи парням про вот нас. Так что пацанам спасибо, ребята, а для вас, естественно, ссылка в описании. И у парней сейчас идут скидки различные, то есть ее можно ухватить, по-моему, на рубль дешевле, чем обычно. Кроме того, я выбил для вас еще бонус на дополнительную скидку, там в описании будет промокод. Так что, welcome, пацаны. Усё для вас. Итак, давайте мы ее уже раздербаним. Приходит она вот в таком чехольчике. Это не термочехол, но, тем не менее, парни об этом предупреждают, что, ребята, это не термочехол, поэтому горячую в нее, ну, лучше не ссувать. Но, говорят, у нее есть такая штука, что она не сильно-то и нагревается, в общем-то, и остывает довольно-таки быстро. Здесь типа двойные стенки, в общем, вся вот эта история. Вот так вот это все выглядит. Собирать ничего не надо. И вот это прям прикольно. Вот, вы достаете. Это комфортка, на которой можно будет готовить. Но мы сегодня готовить ничего не будем, но пускай она здесь побудет у нас. Визиточки от парней. Очень клево напечатанная инструкция. Все очень понятно, красивенько. Все цветное, прямо вот по пунктикам, как ей пользоваться, какие у нее преимущества и так далее. Ну, в общем, у них на сайте это все тоже есть, можно посмотреть. И, собственно, вот сама печь. Она уже все. Собирать ничего не надо. Вот ты ее поставил, разжег и понеслась. Вообще, эта печь работает по принципу пиролиза. Я не буду сейчас вникать во все нюансы, можете почитать в интернете, но в двух словах, в чем у нее преимущество, в отличие от других обычных щепочниц. Она более экономична, для нее требуется меньше топлива, чем для других щепочниц. Топливо в ней выгорает практически полностью, не оставляя различных там углей и всякого вот такого остального. И образуется гораздо меньше дыма, соответственно, гарри, чем у других печек. Это очень хорошо, когда вы, собственно, готовите, ну и просто, чтобы тупо дым в глаза не летел, посуда меньше коптилась и вот это вот все дела. Но, в общем-то, хватит болтать, давайте мы уже ее разожгем. Попробуем, как это все работает. Ребята, первый запуск, вот ни разу еще не жег, поэтому сделаем это вместе с вами. Снега у нас сегодня достаточно много. Мы с Сашкой не смогли добраться до нашего обычного места съемок, поэтому снимаем в другом лесу. Но, чтобы вы понимали, вот примерно вот такая вот история у нас со снегом. Соответственно, такая штука нам может очень даже пригодиться. Я надеюсь, не надо будет окапываться, чтобы разжечь нормальный костер. Топливо. Для этой печи должно подойти все, что угодно. Всякие палки, шишки, короче, все, что вы найдете под ногами. Ну, у нас есть пару веток. Погнали их наберем. Ну, я думаю, этого нам пока хватит. Итак, поскольку у нас снег достаточно глубокий, все равно тепло будет идти вниз, чтобы она не проседала. Давайте сделаем какую-то основу. На скорую руку. По-хорошему можно заморочиться там, какие-то накидать лапни какой-то, что-то еще, но я думаю, что мы сделаем чуть проще. Вот как-то так. Я думаю, этого хватит. Так, теперь нам это все дело нужно будет поджечь. У меня есть немного не очень хорошие бересты. Ну, и, собственно, будем использовать тоненькие сухие ветки. Вот так вот прямо это все напихаем сюда. Честно говоря, первый раз буду разводить щепочницу. Поэтому, если что-то вдруг я делаю не так, не обессудьте. Ну, я думаю, пока хватит. Так, собственно, еще немножко сюда бересты. Ну, и давайте все это дело запалим, как истинные бушкрафтеры. Ну, в общем-то, процесс пошел. Затратила она это чертовски мало времени. Сейчас посмотрим, насколько это разгорится. Сейчас пока работает береста. Нет, уже палочки начинают гореть. Я думаю, что можно уже потихонечку следующие подкидывать. Вообще, ребят, у них есть разные размеры печек. Я заказал себе, скажем так, среднего размера. Эта модель называется Light. У них есть еще моделька чуть поменьше и две модели большего размера. Одна там вообще такое ведро для большой компании. Там на, не знаю, 6-8 человек там где-нибудь на кемпинге. Но я подумал, что для нас с Сашкой вот такого размера на двоих более чем достаточно. Больше нам не надо. В общем, перейдите к ним на сайт, посмотрите, выберите то, что нужно именно вам. Я думаю, что вот такой вот размер, он оптимален. Итак, ребят, давайте немножко пробежимся по устройству. Во-первых, что мне прямо очень понравилось, то, что у этой штуки есть ручки. Вы можете ее вот так вот спокойно взять и перенести куда вам необходимо. Это прямо круто. Ну, единственное, я не знаю, сколько они будут нагреваться. Не забывайте, у меня перчатки огнестойкие, поэтому я спокойно могу держать. В принципе... Ну, не, она уже тепленькая. Я не скажу, что она прям кипяток-кипяток, но тепленькая. Ручки, ручки холодные. Второе, то, что мне реально понравилось, то, что у нее сплошное дно. Снизу ничего не вываливается. Вот, пожалуйста, у вас все работает, все без проблем. Это очень здорово. И вот такие печки, их, например, можно использовать в местах, где запрещено сжечь костры. Открытые костры. А такую печечку вы спокойненько можете там разжечь и, в общем-то, никаких проблем. Кроме того, какие плюсы, но если, опять же, сравнивать с теми же самыми горелками для туризма, то газовые баллоны, например, нельзя перевозить в самолетах. С этой штукой никаких проблем. Если вы полетели куда-нибудь, ну, на маршрут какой-то и есть сложности с перевозом, вот, пожалуйста, возьмите. Все, легко, абсолютно. Кинули ее там хоть в рюкзак с собой в самолет, я не знаю, правда, ну, ну, я думаю, что ничего страшного, вас должны с ней пустить. Вот. Либо сдали в багаж и без проблем полетели. Следующее, что мне нравится, то, что эту штуку можно использовать не только для приготовления пищи, да, то есть вот эта штука ставится сверху и готовите на ней, но и как просто костер. Это классно. То есть, во-первых, можно тупо погреть руки, да, можно что-то пожарить на открытом огне, приготовить. В конце концов, у нас, например, вот на нашем месте стоянки, где мы постоянно снимаем ролики, у нас есть стол, и когда мы с Сашкой, допустим, ну, приезжаем туда с ночевой, когда уже все отснимали, уже вот за столом, но так получается, что стол, он находится все равно не очень близко от костра и немножко прохладно. Эту штуку вы можете спокойно вот так вот взять, поставить прямо на стол, и у вас прямо перед вами вот будет такой костерчик небольшой. Пожалуйста, будет и тепленько, и светло, и уютно. Вот я считаю, это прямо офигенная вещь. Кстати, касаемо ручек, парни сейчас на каких-то моделях, по-моему, на более больших моделях, ручки ставить перестали, так что, если будете там заказывать себе более большую модель, лучше уточните. Возможно, можно в ручки поставить дополнительно, если это необходимо. В общем, проще спросить у ребят. К тому же, все равно, вы там будете промокоды использовать от берлоги, чтобы получить скидку и так далее. Поэтому спокойно спишитесь, ребята очень быстро отвечают. Кроме того, у подобной печи есть преимущество в том, что в ней можно сжечь даже достаточно сырые дрова. Когда у вас костерчик уже немножечко загорелся, ну, огонь загорелся, вы в нее можете ссувать реально все, что угодно. Это все будет гореть. Неважно, там, сырые, там, шишки какие-то, кора, я не знаю, палочки какие-то, ветки, что угодно. Здесь идет приток воздуха снизу. Внутри, тут здесь двойной стакан сделан, там тоже идет дополнительный приток воздуха. И, значит, вот этой тяги у вас огонь будет достаточно хорошо гореть и вас обогревать, готовить вам пищу, и вам будет очень клево. В общем, парни, я прям очень доволен, что вот совершенно случайно этих ребят нашел. Серьезно, мне очень нравится, особенно с учетом того, что я вот около года себе присматривал какие-то щепочницы. Вещь. Кстати, еще один важный момент. Помните, да, то, что я говорил, что там зарядки USB всякие? Парни сейчас разрабатывают эту штуку, и через какое-то время у них это тоже появится, можно будет подзаряжать свой смартфон, например, от вот такой печи. Также они разрабатывают сейчас походные коптильни, у них уже вот они совсем-совсем скоро должны появиться. Ну и еще какие-то ништяки, вот тоже в таком же варианте. Так что я рекомендую на ребят как минимум обратить внимание, и если заказывать не сейчас, то по крайней мере посматривать за ней, потому что ребята красавчики, молодцы. К тому же это наше, надо поддерживать наших парней, а не покупать какие-то там китайские щепочницы непонятные и так далее. Ну а на этом, в общем-то, все. Хорошего бушкрафта вам, ребята. Всем пока. И до встречи в сети. Субтитры подогнал «Симон»